Снова в Киеве Курт Уолкер, спецпредставитель госдепа США по Украине. Это уже пятый за полгода визит Уолкера в нашу страну. Тема все та же. Война на Донбассе. И главный вопрос, удастся ли убедить Москву согласиться на размещение миротворцев ООН на всей территории, охваченной войной. Уолкер уже провел встречу со спикером Верховной Рады. На этих переговорах Андрей Порубий рассказал о росте числа обстрелов на фронте. Несмотря на все договоренности и попытки международного сообщества повлиять на Россию и боевиков, те и дня не дают для передышки. Ну а в эти минуты проходит встреча Курта Уолкера с президентом Украины Петром Порошенко. На переговорах присутствует также министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Ну а после переговоров в Киеве Уолкер планирует встретиться с Владиславом Сурковым, помощником президента России. На фронте же ситуация все хуже. Эскалация неизбежна. Такой прогноз сделал замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. По его словам, стороны не отвели силы от линии соприкосновения. Только на прошлой неделе миссия зафиксировала больше трех тысяч нарушений. И действительно, на фронте уже вторую неделю обострения. Боевики не прекращают стрелять. Применяют запрещенное договоренностями оружие. Активизировались снайперы. Этот вторник стал черным. Погибли сразу четверо наших бойцов. Что происходит на Донбассе? Материал с фронта нашего военного корреспондента Руслана Смещука. Четверо погибших, более десятка раненых. Приморское направление. Самая горячая точка в АТО. Тут всю неделю боевики активно стреляли из запрещенных минометов. Прилетов было точно, 115. Сюда пришли и туда, к нам на базу. Точки напряжения традиционные. Марьинка, Красногоровка, район оккупированного Докучаевска и Широкинский плацдарм. Там боевые действия не прекращаются даже днем. Хотя обычно в светлое время суток боевики стараются не стрелять. Чтобы наблюдатели ОБСЕ не видели. Военным часто приходилось открывать ответный огонь на поражение. Один из погибших украинских военных был убит снайпером возле Марьинки. Последнее время боевики стали активнее использовать тихих убийц. Счет снайперов, скажу, активность есть и она и будет. Я даже могу сказать с гордостью, потому что они боятся. Здесь больше снайперов, чем стрелков и всего остального. А это уже напрочь разбитый войной поселок Пески возле Донецкого аэропорта. Тут впервые за долгое время завязался напряженный дневной бой. Боевики под прикрытием бронетехники и минометов несколько часов атаковали украинские оппозиции. Возможно, в отместку. Армейцы уничтожили несколько огневых точек вместе с вражескими пехотинцами. Было несколько ситуаций, когда противник, например, полдня задал бы у нас из одного своего дота. Калибр 14,5, 12,7. Гранатометы начинали. Дали ответку. Один раз в один дот рикошетом попало, зажгло бревно, он за ночь сгорел. А второе разорвало просто нахрен тут дот. А на Луганском направлении, неподалеку от Попасной, впервые за долгое время противник использовал грады, выпустив по нашим позициям два десятка ракет. Дмитрий Сландс, Мещук, Вадим Реву и Евгений Малярчук. Подробности недели в телеканал Интер. И новость, которой, казалось, уже не будет. Каталония все-таки решилась провозгласить независимость от Испании. После тайного голосования парламент автономии объявил о выходе из состава королевства. За проголосовали 70 депутатов, против только 10, двое воздержались. Всего в региональном парламенте Каталонии 135 депутатов. Остальные оппозиционеры бойкотировали голосование и покинули здание парламента, возле которого собрались тысячи сторонников независимости. Сразу же последовал ответ Мадрида. Сенат Испании решил приостановить автономию Каталонии, воспользовавшись 155-й статьей Конституции страны. Таким образом, Мадрид рассчитывает вести в регионе прямое управление. А правительство Каталонии во главе с мятежным Карлисом Пучдемоном отправляет.